Всем доброго времени суток уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Все как сразу же увидели мой ковер, мой бренд, грубо говоря, все поняли, что на фоне таких ковров ведутся только самые интересные видео про спиннинги. Кто-то даже там написал, что спиннинг очень неплохо сочетается с таким ковром и у всех там детские воспоминания и все такое. Так что, если хотите, я по аукционной совсем цене могу его кому-нибудь продать. Но дело не в этом, речь действительно сегодня пройдет про спиннинги и у меня будут новинки, ну вернее не новинки, да, а для меня это будут новые новинки именно касаемо меня про спиннинги. Такие и такие, ну, именно, конечно, я хочу рассказать про, скажем так, наверное, выразиться можно таким образом про народные спиннинги, про, ну, конечно, речь пройдет про бюджетные спиннинги, как все поняли. И я для себя в этом сезоне решил, как бы сказать, достать, приобрести такие вот бюджетные спиннинги от фирмы Black Hole, несколько спиннингов. Это будет один такой GF, смотрите, он прямо огонь в таком хорошем качественном чехле, он аж хрустит, да, и в руках я уже держу распакованный спиннинг стерх. Все скажут, что такое стерх вообще, что такое слово стерх? Стерх это большая белая птица из, скажем так, отряда журавлиных и семейства журавлеобразных, да, грубо говоря, или журавлинообразных, как правильно сказать. Вес птицы достигает 10 килограмм и размах ее крыльев 2,5 метра водится на очень ограниченных местах на территории России. Это север Якутии и низовья реки Опь. Питается она ягодами, моллюсками, ну и, конечно, как все подобные птицы, грызунами. Вот такое вот название фирма Black Hole дала своему одному бюджетному спиннингу. Вот, также у меня в этом сезоне это буду лично я тестить и пробовать после спиннинга. Видите, я сразу все пытаюсь поделиться с вами, после спиннинга Highlight в алюминиевом тубусе все его видели. Это, конечно, бомба, блядь. Впечатление от него просто неизгладимое. Все видели, как он справляется с таймешатами, с линками, с харюзами, с китой, блядь. Ну, короче, это вообще, то есть, несмотря на то, что он лайтовый спиннинг, ближе к ультралайту, захлюстывает тест ультралайта, он просто способен бороться, блядь, с самыми мощными лососевыми хищниками. И, соответственно, я бы его не сказал, что он вообще лайтовый спиннинг. Он может полноценно бороться с хорошим лососем. А это говорит о том, что это действительно кайф таким легким спиннингом работать по такому хищнику, как клинок, одно удовольствие. Ну, и смотря на него, конечно, я еще увидел у Блэкхолла вот такой спиннинг The One. Он еще, как бы сказать, поменьше. Тест у него уже действительно от полтора грамм до восьмой. То есть, он как бы стартует в ультралайте и чуть-чуть переходит за тест ультралайта. Ну, можно сказать, это ультралайтовый спиннинг. Он вообще как бы одноручный. И спиннинг хайлайт, конечно, на меня произвел впечатление. Я решил взять еще у Блэкхолла легче спиннинг и испытать его, конечно, на этих мощных хищниках, которых уже победил спиннинг хайлайт. И оценить, то есть, он достойный, как бы сказать, ну, как бы этот спиннинг хайлайту или недостойный. Потому что мне так понравилось ловить хайлайтом, что я решил еще опуститься, вернее, шагнуть еще на низшую ступень теста. И ощутить еще вот эту вот остроту, когда спиннинг на грани слома. Что вот-вот-вот он сломается. И вот эта вот грань в душе спиннингиста. Я даже не знаю, как выразить такие вот эти моменты. Ну, что тут говорить. Со спиннингом хайлайт в прошлом сезоне у меня связаны такие лучшие воспоминания, что, я не знаю, за прошлый сезон это мой самый любимый спиннинг. И я, конечно, решил взять еще полегче The One и попробовать им. И я думаю, я уделю очень много внимания в этом сезоне этому спиннингу. Но этот спиннинг, извините, конечно, чуть-чуть не бюджетный. А два вот этих спиннинга, GF и STERC, они у нас бюджетненькие. Ну, и давайте, так как я этим спиннингом еще ни разу не ловил, и тем не ловил, и этими не ловил, грубо говоря. От этого, в принципе, много в этом видео разговаривать не придется. Все обычно привыкли, что я как бы в видео рассказываю про спиннинг. Потом вылазит какая-то заставочка с фотографиями, да. Потом будет видео, как там спиннинг в дугу тащит рыбу, чтобы всем наглядно это показать, объяснить. В данный момент я не могу себе такое позволить, потому что я только мечтаю об этом. И половить я еще ими не успел. Но могу пока сделать внешний обзор и рассказать про эти спиннинги. Ну, и давайте вернемся к нашему бюджетному спиннингу, как я назвал, встерх. К этой большой белой птице из семейства журавлеобразных. Вот. Что могу сразу же сказать для простого потребителя. Если взять его в руки, а я в руках держал много спиннингов, и очень крутых, да. Ну, и не очень крутых. И посмотреть, вот я именно обычно беру спиннинг в руки и пытаюсь определить, насколько он хорош по внешнему качеству. Смотрю там на лак, на кольчики, как это лаковое покрытие там покрыто, как кольца намотаны, недомотаны. Насколько аккуратно покрыт лак. Нет ли где-то там заусенцев, там пыли на этом лаке, там сколов, да. Смотрю, как изготовлен стык, да. То есть вожу пальцем, чувствую, если там какие-то микро, ну, как бы сказать, волны стучит, когда колено одеваешь, да. То есть, ну, при кистевом ударе об локоть, стучит ли этот стык, да, или не стучит. Смотрю вообще, как сделан, да. И скажу вам сразу же, что именно по качеству изготовления, если человек не знает цену этого спиннинга, то можно подумать, что это очень недешевый спиннинг. То есть он действительно, как бы, создает впечатление ни хрена не дешевого спиннинга по своему качеству изготовления. И вот именно эта модель, которая попала мне в руки, если вот так вот просто держать и смотреть со стороны, выглядит она, конечно, так аскетично, да. Нету никакого там цыганского тюнинга, там много лака, много всяких там цветных там ниточек, ниточек, которые переливаются там всеми цветами радуги, да, там дисперсия идет у нее и поляризация у этих ниточек. Здесь, как бы сказать, ну, нету такого. Все аскетично, но очень все стильно и практично. Видим сам такой бланк такого цвета, да, как бы сказать, коричневого. Ручка из Евы тоже такая, как бы сказать, ну, цвет, не знаю, как правильно сказать, наверное, не коричневый. Ну, тут сами посмотрите. И дальше идет вот голый такой бланк, не покрытым никаким лаком, но сплетен он так вот качественно, что я вот даже смотрю на модку, рукой провожу, что... Ну, блин, очень-очень качественно сделан. Вообще, вообще доколупаться не к чему. Я вот даже беру вот самую камлевую эту часть, пробую, смотрите, она вот, видите. Ох, какой красавец. Изгибается, это говорит о том, что нагрузка даже будет уходить прямо до бланка. Хотя мы видим, здесь он достаточно имеет такую толщину, там, чуть ли там больше, чем мизинец, да, больше, чем большой палец, да, и уйдет потом, как бы, вот такую под конус. Вот. Ну, и давайте, конечно, расскажу по характеристике этого спиннинга физически. Длина его 2,50, тест его 7 грамм, 28, вернее, от 7 до 28 грамм его тест, длина 2,50. Вот. Все здесь у нас написано. Мы видим, что у нас кольца серии KR со вставками кремниевыми ZIG, да. Кольца достаточно модные, все любят такие кольца, они имеют такой вид, типа противозахлестный. Ну, хотя, по факту, я скажу, что это, конечно, для меня лично, именно для меня не имеет значения. KR серии или как раньше. Ну, конечно, в этой ценовой категории все, конечно, хотят услышать, сколько стоит такой спиннинг. Цена вот этих спиннингов, стерх, да, их модельный ряд начинается от 300-900, да, вернее, от 3900, да, от 3900, ну, грубо говоря, скажем, от 4000 до 5 с копейками. И именно в моем понимании, уважаемые, это, ну, бюджетные спиннинги, вот именно для простого человека. Простые спиннинги за эту цену и очень-очень качественные. Если вы просто хотите иметь за эти деньги очень полноценную, качественную вещь, я бы, наверное, и вам рекомендовал бы вот этот спиннинг. Я не знаю, как он еще себя ведет на воде, от этого я еще пока не могу точно сказать, что вот я за этот спиннинг ручаюсь, отвечаю. Я обязательно в этом сезоне попробую, как он ловит. Давайте поближе рассмотрим его дизайн, очень красивый спиннинг, он мне очень нравится. Вот так вот выглядит бланк вот такого цвета, вот такая вот ручечка у него разнесенная, да, видите, достаточно длинная разнесенная часть. Ручка достаточно длинная, смотрите, она полностью входит в обхват, видите, не то, что там каратыш какой-то, за который там, блин, двумя-тремя пальцами вот так вот хвататься, полноценный обхват мы видим, да, идет. То есть нормальный, реальный рабочий спиннинг за 4 рубля, который призван трудиться, блин, во всех экстремальных ситуациях. Вот, тоже достаточно длинная ручка идет в хороший обхват. Вот, верхняя затягивающаяся гайка, катушка-держатель высококачественный, NS-овский корейский. Ну, короче, все как положено. Вот, такой вот матовый цвет, потом еще продлено на нем написано, и дальше идет вот такой вот скрученный бланк. Если вот ногтем сейчас пошуршать, мы услышим сейчас какой звук. Слышите? Как бланк шуршит. При этом, смотрите, я царапал ногтем. Посмотреть. Ни одной царапины. Обычно, сколько спиннингов видишь, по графиту вот так вот проводишь пальцем, хоба, и сразу же полосы. А тут, смотрите, даже, вот, ни одной полосы, ни одной. Это говорит о том, что графит такой плотный и мощный, что он даже от ногтя не царапается. Это уже подтверждает, что бланк достаточно очень сильно качественный. Я вижу, что он скручен качественно. Ну, вот все надписи, которые написаны, уважаемые, можно вот разглядеть. Ну, это кому интересно. Ну, кому интересно, могут это, конечно, посмотреть в интернете. Давайте традиционно его быстренько взвешиваем. Палочка длиной 2,50. Мы видим, хорошо будет работать. Ну, скажем так, универсальная такая длина. Он и не длинный, не за 2,60 и не за 2,70. То есть, 2,50 такая длина. Удобно будет и с лодочки. Многие думают почему-то, что с лодки нужны коротенькие спиннинги. Ну, кто так думает, то это, конечно, ваш спиннинг. Так, однозначно. Так, включились весы. Так, 126. 125. 126 грамм. Хотя на официальном сайте его позиционируют 128 грамм. Может быть, у меня 2 грамма врут. Может быть, действительно погрешность 2 грамма. Но я скажу, для такой длины 2,50, 7, 28 тест. Вот это вот вес, 126 грамм. Это очень-очень хороший вес для такого бюджетного спиннинга, начинающегося от 4,000 рублей с такими кольцами. Конечно, что еще удивило, что у такого дешевого спиннинга стык сделан до такой степени качественно и подогнан на ощупь. Вот это вот само стыковое соединение, что оно прям одевается, прям как слива в попу. Четко и при мощном кистевом ударе облокоть. Не знаю, слышно, нет? Какой свист бланка идет. Никакого стука и шуршания, чтобы он там бил, нету, блин. У меня, например, на графит-лидере я нотирую прототип печальным. Если, допустим, смазать не той смазочкой или сильно не одеть, то он стучит. Хотя там цена до 39 тысяч рублей. Вот и сами думайте, хорошо это или плохо. Но что могу сказать? Вот, на мой взгляд, спиннинг имеет такой строй, я бы, наверное, сказал, medium fast. То есть даже не regular fast, а именно medium fast. То есть медленно-быстрый строй. Конечно, такой медленно-быстрый строй этот спиннинг однозначно делает хорошим, отличным универсалом. В принципе, что в такой ценовой категории и нужно, вот именно, ну как вам сказать, мужики, вот именно в моем понимании, если человек берет за такие деньги спиннинг, это говорит о том, что у человека нет денег, чтобы иметь 2, 3, 5, 10 спиннингов для разной ситуации жизни, да. Ему нужно за эти денежки, потому что у него бюджет ограничен, взять что-то такое, что будет, ну, более, как бы сказать, универсальное для этого человека, да. То вот как раз этот спиннинг заточен и рассчитан, как я понял, под это, что вот за эти 4 бабулета, да, или за 4,5 тысячи, он будет создавать человеку более-менее какую-то универсальность, чтобы с ним человек мог пойти и половить и вертушечками, и где-то чуть-чуть потвичить небольшие ваблерки, и джигами, и колебалочками, да, то есть, ну, в этом вот диапазоне, да. Вот. На это все и заточено. Спиннинг очень хорошего качества. Я очень бы хотел бы им порыбачить. Ну, и давайте посмотрим, что у него с балансом за эти бабулеты. Ну, для такого теста до 28 грамм, грубо говоря, до 30, конечно, мы поставим катушечку, это у нас, как все увидели, это у нас 15-го года, страдик 4-тысячный. Ну, и давайте посмотрим баланс. Вот что, опять же, можно сказать, несмотря на то, что спиннинг дешевый, да, в моем понимании дешевый, я еще раз повторяюсь, он имеет хороший баланс. Мы видим, что центр тяжести от пальца до бортика шпули, ну, а тут, не знаю, может быть, сантиметра 3, это очень неплохой баланс. Можно, могут некоторые сказать, почему палец должен висеть именно на этой гайке, да, из ручки, из Евы, да. Ну, мы видим, гаечка до такой степени короткая, что бортик шпули, да, катушки, он почти в уровень, да, где заканчивается гайка, да, сама. От этого, то, что гайка короткая, соответственно, баланс на самом бланке, но расстояние от бортика шпули до пальца мы видим очень небольшое. Это, когда берешь его в руку, ну, реально, вот видите, я кисть расслабил, нету такого, чтобы брык, и он там клюнул, да, вот я расслабляю, да, он чуть-чуть подклевывает, но нет такого, чтобы раз, и сразу же перевесил. Руке очень комфортно, удобно. Ну, вот я сейчас постараюсь вам показать, как он все-таки колышется в строй. Конечно, это все фигня, и плохо видно в камеру. Но все равно вам покажу. Видим, да, что он... При таких ударах он доходит изгиб почти к середине. Медленно, на быстрый строй. Ну, это именно я его так позиционирую. Вот. Ну вот, уважаемые, что тут много долгого рассказывать. В принципе, все я вам объяснил, показал, рассказал. Кому интересно, те уже поищут про него информацию в интернете. Спиннинг этот не является новиночкой. На него уже, по-моему, в прошлый сезон он уже работал. Нужно спросить тех людей, кто рыбачил им. Ну, а мне по внешнему виду и по качеству спиннинг за эти бабулеты в районе от 4 тысяч рублей. Очень-очень сильно уважаемое. Нравится. Ну вот, уважаемые. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. До свидания. До новых встреч.